Здравствуйте друзья! Героем этого обзора будет ZigBee координатор. Это центральное и самое главное устройство сети, которое с одной стороны связано с системой управления, а с другой непосредственно с ZigBee устройствами. Особенностью этой версии является наличие сетевого интерфейса Ethernet, что позволяет расположить его на значительном удалении от сервера. Кроме этого, один координатор может работать с несколькими серверами, а один сервер с несколькими координаторами. Эти кейсы я подробно рассматривал в своих обзорах, посвященных проекту ZigStar, ссылки в описании. Разберем работу координатора в ZHA и ZigBee2MQTT, причем в этом случае я расскажу о нюансах установки второго экземпляра дополнения на сервер. Обновим прошивку управляющего и радиомодуля. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, интересующихся темы умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Немного теории. ZigBee это беспроводной протокол, используемый для построения сети управления устройствами умного дома, начиная от самых простых датчиков, заканчивая мощными светильниками, термостатами, приводами, шторами и электрокранами. Сеть разделяется на три основных компонента. Главный узел, он называется координатор. В одной сети он может быть только один, он обеспечивает взаимодействие сети с системой управления умным домом. Маршрутизаторы, они же роутеры. В основном это гаджеты с стационарным питанием от электросети, светильники, термостаты, выключатели с нулевой линией. Кроме данных адресованных себе, они могут перенаправлять данные к другим узлам сети, тем самым расширяя ее покрытие и емкость. И конечные устройства, большая часть которых это датчики с питанием от батареек. Они могут получать и передавать данные, только адресованные себе, а большую часть времени находятся в спящем состоянии. Герой сегодняшнего обзора это координатор центра Zigbee сети. Конструктивно он выполнен в квадратном корпусе размером 73 на 71 на 27 мм, напоминает Zigbee шлюзы. Ну и в принципе является таковым, просто ориентированным на работу с альтернативными системами управления. На одной из сторон координатора находится наклейка с QR-кодом, содержащим ссылку на документацию. Скажу честно, не смотрел ее, так как давно использую устройство такого типа в своей системе умного дома. На нижней части указание, что это POE версия, так как существует и более дешевая, с питанием только через USB-C. Указан порт подключения, но к этому мы придем немного позже. Все разъемы выведены на одну из боковых сторон, антенны, USB-C и Ethernet. Давайте теперь заглянем внутрь устройства. Монтаж выполнен аккуратно, видно, что не в кустарных условиях, все ровно и красиво, нет следов не смытого флюса. За работу устройства отвечают два модуля. ESP32 Vroom, это, скажем так, логическая часть, которая взаимодействует с системой управления умным домом. В этом модуле хранятся настройки сети, внешнего MQTT сервера и т.д. И RFSTAR CC2652P. Его задача это непосредственная работа с ZigBee устройствами. Модуль достаточно распространенный, скорее всего вы уже встречались или слышали о таком. Эта версия может получать питание через Power Over Ethernet. Я для этого использовал POE инжектор на 48 вольт. Ссылку на такой вы найдете в описании. Схема такая, кабель от роутера подключается в разъем LAN, сам инжектор включается в розетку, а кабель из разъема POE к координатору, по нему он будет получать и питание, и передавать данные. Можно использовать и обычный сетевой кабель, а питание подавать по USB-C. На верхней крышке находятся светодиоды активности. Устройство работает через проводное подключение Ethernet, поэтому не требует каких-то авторизаций, просто подаете питание удобным вам способом и подключаете к свободному порту роутера. После этого смотрим какой адрес ему был присвоен, в моем случае 192.168.0.165. Переходим по нему и что же мы видим? Это ZigStar собственной персоной. Вот сравнение. Слева страница героя обзора, справа моего рабочего ZigStar LilyZig. Кстати на нем видно, что к нему подключено два клиента, так и есть. Моя конфигурация состоит из двух серверов и двух координаторов ZigStar. То есть у каждого координатора есть по два сервера, а у каждого сервера по два координатора. Как это все соединять между собой можно посмотреть в моих обзорах, ссылки в описании под видео. На странице конфигурации Ethernet по умолчанию установлен режим автоматического получения IP адреса. Это удобно с той точки зрения, что устройство спокойно можно подключить к любой сети и оно получит адрес от роутера. Но есть некоторая опасность, что роутер может изменить этот адрес, например после обновления прошивки. И система управления не сможет его найти. Поэтому лучше присвоить свободный адрес вручную. А на странице конфигурации Serial порта указана скорость обмена 115200, ее не трогаем. И порт подключения по умолчанию 6638. Менять его тоже необходимости нет, но знать его нужно для указания в настройках. По умолчанию тут установлена неоригинальная прошивка от Zikstar, это видно например по отсутствию опции онлайн обновления на странице ESP32 Update. Хотя сама версия прошивки последняя 0.6.10. Я предпочитаю оригинальные версии, к ним у меня вопросов нет, так как они используются на моих рабочих координаторах. Ссылку на оригинальную прошивку я оставил в описании под видео. Сохраняем файл на компьютер, указываем в диалоге обновления путь к нему и запускаем процесс, это занимает пару минут. Так выглядит это окно на оригинальной прошивке. Тут сразу можно увидеть номер актуальной версии и обновить при необходимости ее онлайн. Далее все тесты будут именно на этой прошивке. Эксперименты я буду проводить на специально развернутом для таких целей сервере, на котором установлена и интеграция ZHA, и дополнение Zikbiton QTT. Они прекрасно работают вместе с учетом того, что для каждого из них используется свой отдельный координатор, в моем случае USB-стики Sonoff E и P соответственно. ZHA на одном сервере может быть только в одном экземпляре. Лично для меня это большой минус, который наряду с остальными неудобствами делает совершенно невозможным ее использование. Но для многих инсталляций с одним сервером и координатором это не проблема. Поэтому я удаляю текущую интеграцию, благо на тестовом сервере все равно нет устройств, и запускаю установку с нуля. В диалоге выбора последовательного порта отмечаем нижний пункт ручного ввода. Тип радиомодуля ZNT, который соответствует чипу CC2652P, установленному в этом координаторе. В строке путь к устройству прописываем адрес координатора и порт, по умолчанию напомню установлен 6638, скорость 115200 и программное управление потоком данных. Тут я выбираю пункт создания новой сети. Думаю над возможностью поэкспериментировать с миграцией устройств, например с USB-стика на сетевой, если интересно пишите в комментариях. Далее интеграция предпринимает попытку подключиться к координатору. Если все сделано правильно, то он добавится к списку устройств. Правда интеграция подтянула еще пару непонятных устройств неизвестного происхождения. Они мне не нужны, а лишние объекты в системе я не люблю, поэтому и удаляю. Вот так выглядит интеграция ZHA, подключенная к сетевому координатору. Сейчас тут одно устройство, сам координатор, к нему пока ничего не подключено. На странице интерфейса ZICSTAR тоже произошли изменения, видно, что к устройству подключен один клиент. Как я уже и сказал, он без проблем работает и с двумя и с тремя серверами одновременно. Переходим в список интеграции, пока тут кроме координатора ничего нет, он будет наполняться по мере подключения новых устройств. Для этого нужно перейти на его вкладку и нажать на кнопку «Добавить дочернее устройство». Он начнет сканировать эфир в поисках устройств, переведенных в режим сопряжения. Чаще всего он включается удержанием управляющей кнопки, но это зависит конкретно от того, что именно мы будем подключать. Под руку мне попалась одна из розеток экосистемы TU-E Smart, вполне себе вариант для проведения тестирования. После активации режима сопряжения, координатор обнаруживает ее, проводит интервью и подключает. Вот страница подключенной розетки. Она, как и большинство устройств с стационарным питанием и нулевой линией, выполняет роль роутера, то есть может служить как узел связи с другими ZigBee гаджетами. Новую сеть лучше всего начинать строить именно с роутеров. С ZHA разобрались, там все работает нормально. Теперь перейдем к ZigBee2MQTT. В один момент времени координатор может работать только с одной интеграцией, поэтому ZHA я удалил. На этом сервере у меня уже установлен ZigBee2MQTT с тиком SonoffP. Удалять я его не буду, поставлю второй экземпляр. Для этого переходим в магазин дополнений, в правом верхнем углу нажимаем на три точки, выбираем список репозиторий. Тут уже есть один ZigBee2MQTT. Для того, чтобы поставить второй, копируем его адрес и делаем незначительные изменения. Я просто убрал последнюю букву из HTTPS, оставив HTTP. Это позволяет системе добавить вторую копию уже установленного репозитория. Причем в списке они выглядят совершенно одинаково. Как я уже сказал, для меня это очень важная особенность, так как в своей рабочей конфигурации я использую два координатора и две ZigBee сети. Тот ZigBee2MQTT, который уже установлен, выделен синей полоской сверху, а нам надо поставить второй только что добавленный. Для начала устанавливаем аддон. Когда он первый в системе, то заморачиваться особо не надо, достаточно указать только порт для координатора, остальное заведется по умолчанию. А вот когда он второй, то все сложнее, так как нужно запустить все так, чтобы и первый аддон не мешал запуску второго, и второй не сломал первый. Поэтому кнопку запустить не трогаем, пока не сделаем дополнительные настройки. Вот так выглядит конфигурация аддона по умолчанию. Очень много пунктов, которые были тут раньше, убрали, и это, по моему мнению, не очень удобно в случаях необходимости внесения изменения в дефолтные настройки. Первое. Меняем путь к папке, в которой будет храниться конфигурация аддона. Любой другой, главное не тот, что использует первый вариант. Указываем путь к координатору, тут нам нужен IP адрес и порт. Далее нажимаем кнопку сохранить под этим разделом конфигурации. В следующем разделе сеть, он чуть ниже, меняем адрес порта, так как тот, что по умолчанию используется первым аддоном. Я просто добавляю к номеру единицу. Сохраняем. До момента запуска нам нужно внести еще кое-какие изменения в настройки по умолчанию. Поэтому нужно вручную создать ту папку, которую мы только что указали в конфигурации. В ней создаем пустой файл configuration.yaml. В качестве шаблона можно использовать тот файл, который создан первым дополнением. Тут указываем топиком Qtata сервера, который будет корневым для второго аддона. Он обязательно должен отличаться от первого. Далее секция продвинутых настроек. Нужно изменить параметры ZigBee сети, которые ставятся по умолчанию, так как аддон просто не запустится, ведь такая сеть уже существует. PanID это что-то подобное названию для Wi-Fi сети. Ставим какое-то число, например из диапазона от 5 до 6 тысяч. Канал по умолчанию используется 11, можно оставить, но я обычно поднимаю до 15. Он тоже стандартный и подходит почти всем устройствам. Но и сети лучше разделять не только логически, но и частотно. Сетевой ключ, его можно сравнить с паролем Wi-Fi сети. Можно в произвольном порядке поменять цифры одни на другие. По большому счету этого достаточно, остальное аддон добавит сам. Теперь пробуем запустить. Первый запуск может занять довольно много времени, просто спокойно ждем. Если все сделано правильно, то в журнале работы увидим сообщение о успешном запуске дополнения. Тут видно, что оно установилось в свою отдельную папку. И создало свой собственный отдельный MQTT топик, который мы прописали в конфигурационном файле. Интерфейса дона устройств тут понятное дело пока нет. Идем в секцию продвинутых настройки, проверяем канал, 15-й, как мы его указали в файле. PanID также подтянул тот, что мы ему написали, тем самым второе дополнение никак не мешает работе первого и наоборот. Это конфигурационный файл после запуска аддона. Он дописал сюда некоторые параметры. Подключение к MQTT брокеру, кроме пути к топику я ничего не указывал. Последовательные и сетевой порты. Проверяем на вкладке настройки Home Assistant, что включен режим автообнаружения, для этого используется одноименный топик. Теперь перейдем к подключению устройств и для этого я использую ту же самую розетку, что и в ZHA. Подключилось нормально, управление работает, энергомониторинг реагирует на подключенную нагрузку, все в порядке. Это мой первый экземпляр ZigBit MQTT с тиком Sonoff P, тут сейчас подключено 4 устройства. Это второй, который мы только что поставили с розеткой. А это содержимое MQTT брокера. Я использую программу MQTT Explorer, очень удобная, ссылка в описании. Топик первого называется ZigBit MQTT, второго ZigBit MQTT PoE. Записи устройства хранятся в этих топиках. А для работы с Home Assistant оба дополнения создают что-то вроде ярлыков в его топике. Таким образом для Home Assistant нет никакой разницы, к какому из координаторов подключено то или иное устройство. Кстати, тут еще есть и SLS, он работает по тому же принципу. И вот список интеграций MQTT, которые смотрят в этот брокер. Тут все подряд. Устройство первого и второго аддона ZigBit MQTT и управление SLS шлюзом. Вот розетка подключена к герою обзора. Управление, энергомониторинг, все работает нормально. Для полноты обзора я покажу процесс перепрошивки и ZigBit модуля. По умолчанию тут стоит прошивка от 2 марта 2022 года. Она вполне нормальная, но с учетом того, что координатор только добавлен в систему, логично обновить все до самых актуальных версий. Ссылка на репозиторий прошивок от автора ZigBit MQTT в описании под видео. На момент видео самая свежая версия от 7 мая 2023 года. Нам нужен файл, в названии которого есть Launchpad координатор. Качаем его. Распаковываем из архива файл с расширением HEX и сохраняем где-то на диске. Для прошивки удобнее всего использовать программу zigstart.jv-multitool. Ссылку на нее вы тоже найдете в описании. Останавливаем ZigBit MQTT, запускаем программу, она сама находит адрес координатора. Указываем путь к файлу прошивки. Если подключенных устройств нет, то можно шить сразу. Если есть, то нужно сохранить содержимое NVRAM. Подробное видео на использование этой программы вы найдете в описании. У меня в момент прошивки подключенных устройств не было. Поэтому, справа я отметил все опции кроме записи и адреса и запускаю процесс прошивки. Удобно то, что физический доступ координатору при этом не нужен. Дожидаемся завершения процесса, в конце которого перезагружается zigbee-модуль и запускаем zigbee-to-mqtt. Все прошло удачно, теперь тут установлена самая актуальная на сегодняшний день прошивка. Точно так же я время от времени обновляю свои рабочие координаторы, только предварительно сохраняю NVRAM, а после обновления записываю его обратно. Вопрос который мне обязательно зададут, а что же лучше, этот координатор на прошивке zigstart или smlight slzb06, ссылку на его обзор вы также найдете в описании. Честно говоря, мне сложно однозначно ответить. Функционально они по сути идентичны, и то и другое это сетевые zigbee-координаторы, оба на базе cc2652p и esp32. Их можно запитывать и от usb-c и от power over ethernet. В чем отличие? Форм-фактор. Герой обзора сделан в виде квадратной коробки, а smlight в виде стика. И главное отличие разные прошивки. У smlight она более расширенная, уже есть версия, позволяющая прямо в веб-интерфейсе обновлять zigbee прошивку. Но если говорить о той функциональности, которая показана в этом видео, то разницу в использовании вы вряд ли заметите. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на магазины, репозитории, сайты, другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме. А также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok